Особое мнение на 101FM Тем не менее, его обсуждают постоянно Вот только что выходивший из студии министр культуры Татьяна Мазур тоже сказала Посмотрела, говорит, твой сюжет И все улыбаются при этом Ну, то есть весело Ну, видимо, хорошие Действительно хорошие новости Наша задача приносить радость в этот мир А я как раз хотела тебя спросить Поскольку мы давно с тобой не встречались Реакцию на твои сюжеты В рамках этого проекта Реакция от правительства Реакция чиновников Я не вижу реакции правительства Может быть, только косвенно Например, я не могу проехать К своему дому И я могу там где-то подозревать Что, например, администрация города Меня недолюбливает Я могу их понять Любить меня им не за что Но так, чтобы мне кто-то позвонил И сказал, заткнись, этого не было Ты не можешь проехать, потому что не расчищен снег Ну, тогда, знаешь, администрация недолюбливает Большое количество гражданин этого города У меня такая же точная ситуация Хотя, может быть, только смешников это касается И главный предактор Да, и улица Молодой Гвардии Точно Одна больная улица у нас Мы же на одной улице живем Поговорим про мусор В воскресенье прошел очередной митинг против мусорной реформы Это всероссийская акция Россия не помойка Эко-митинг 26 регионов заявилось Надо сказать, что семерки Семь на семь сделали репортажи из многих городов И по составу эти митинги были разные Разные люди туда приходили Но количество, например, одинаковое Одинаковое наполнение митингов было От 50 до 200 человек Не больше От 50 до 200 И очень многие пришедшие туда Как раз комментировали И возмущались И не понимали Почему люди, имея вот такой результат Возмущаясь на кухнях тарифом Вот звоняя сюда в эфир Возмущаясь тарифом Не приходят на такие митинги Как сказал Игорь Олин Который будет в особом мнении завтра Он в своем посте Опубликованный и нами тоже На сайте хакера.ру Сказал, что скоро буду узнать в лицо У всех людей Которые приходят на все абсолютные митинги Потому что примерно один и тот же состав Почему не приходят? Почему кухню предпочитают Вот такому активному выражению Своей позиции? Ну, во-первых, я думаю Что это в основном люди Все-таки среднего возраста Которым есть что терять И они за долгое время молчания Они привыкли молчать на самом деле И понимать, что Ну, лучше где-то, наверное Оставить свое мнение при себе К сожалению Мы пытались вот на самом деле Выяснить, почему это происходит В какой-то степени не знают Но вот так, как говорили нам люди Которые пришли на митинг Что вот, кто-то нарочно замалчивает Ничего подобного Никто не замалчивал О митинге было объявлено Понятно, что его никто рекламировать Там не брался Но тем не менее, я знаю, что Некоторые СМИ опубликовали Объявление об этом митинге Это все было в ВКонтакте В группе, там где-то что-то Все Ну, вот на самом деле Кто хотел, тот знал Говорить о том, что Кто-то там чему-то препятствовал Нет Идеально была организована Охрана порядка Вот просто идеально Я в жизни не видела, чтобы Силовики вели себя Настолько корректно, скромно То есть, с одной стороны Они обеспечили безопасность С другой стороны Никто никуда близко не подходил Никого там из кармана На телефон не снимал Кто там шире всех орет Вот вообще этого не было То есть, проходило все очень спокойно И очень как-то вот корректно Почему не ходят? Может быть, не верят в то, что Митинги что-то изменят Но я хочу сказать вот другое Я, может быть, кстати сказать Я думаю, что вот Такая серьезная причина может быть У нас нет никаких вождей Я не знаю, где они Я понимаю, когда говорю с людьми Которые вот в толпе Там в тысячу раз больше харизмы Чем у тех, кто стоит перед ними С вот этими дурацкими текстами На бумажке Запинаясь, не выговаривая слов Которые им кто-то, похоже, написал Я, честно говоря, очень загрустила И я разговаривала с людьми Вот прям подряд шла с микрофоном Через тех, кто стоял и слушал И эти люди Я хочу сказать, что Ну, вот не числом, а умением А их качество Их качественный состав Вот серьезно превышает их количество Абсолютно все знают, зачем пришли Абсолютно все формулируют Свои цели и задачи Я могу сказать, что тех, кто пришел На самом деле их две Собственно говоря, требований два Это соблюсти экологическое требование Мусорной реформы И сделать ее реальной Очистить планету от мусора Шестилетний малыш Стоит с лозунгом Поморье не помойка Я говорю, почему поморье-то? Потому что он насмотрелся Видеороликов на Ютубе И он переживает за поморье Вот сейчас, понимаешь? Это его была Да, как бы инициатива Вот так написать Детской рукой Вот это все написано Понятно, да Одна сторона Давайте мусор разделять Мы это готовы делать Давайте его перерабатывать А не хоронить Давайте его не сжигать Давайте из него что-то делать Это настолько очевидно Это настолько понятно Всем людям, которые хотят жить На чистой планете И непонятно Это только людям, которые зарабатывают На транспортировке и хранении мусора Только им это непонятно Такое рвение И вторая часть Это история про тариф Абсолютно все, кто пришел Недоумевают по поводу этого тарифа С квадратного метра Это реально людям невыгодно Это непонятно Это непонятно В том числе Последнее заявление Куприта было Вы можете оставить заявление Что вы куда-то уехали в отпуск И с вас за это время Не будут брать там Типа деньги Квадратные метры В отпуск не уезжают Да? Ну, к сожалению Они бы, может, и хотели Отдохнуть Ну, да, и это вот То есть по факту Люди говорят о том Что, ребят, а за что вы взяли деньги-то? То есть у многих ситуация изменилась В худшую сторону Я могу сказать, что я поговорила С людьми, которые живут в частных домах Они вообще в афиге Я прошу прощения за это Не литературное слово Они говорят о том Что у них было совершенно понятное Количество мусора Вот этот объем Который они производят Они, в отличие от нас Там я могу не знать Ты можешь не знать Они знают Их заставили поставить контейнер Около дома С ними заключали договор К ним приезжала машина И вывозила этот контейнер Там раз в неделю Или ну, кого как Да? И они говорят Мы точно знаем Сколько мы в неделю Производим мусора Это знают все Количество подсчетов Вот этих Которые Сколько человек Производит мусора В день, в неделю, в месяц Оно Их множество Там разные методики Никто не может посчитать Сколько производит Квадратный метр Сколько он может Производить С какой стати Это такой вопрос Задавала Как раз на пресс-конференции И этот сюжет Вошел в твою программу Хорошие новости Когда ты спросила Там стоял министр ЖКХ Господин Редькин Там стоял Илья Шульгин Сити-менеджер Кто-то еще там стоял Кто производит Там еще был Игорь Крысов Это Куприд, наверное Да, да Куприд Эта история Должна быть Короткой Я и так сделала Очень большие Из хронометража Я вышла Из своего Такого внутреннего Меня никто не ограничивает Я понимаю Что смотреть Там больше пяти минут Тяжело На самом деле Эти сюжеты Должны быть Две-три минуты Чтобы люди Их смотрели С удовольствием Не теряя время Есть о чем поговорить По закадру На самом деле Стоит Игорь Крысов И на этой же пресс-конференции Говорит Ребята, вы не беспокойтесь У нас по факту Тендер выиграл Тот же перевозчик Который и был Этот я не придумываю сейчас У меня это записано Это записано Еще пятью камерами Которые там были Мы о чем говорим Человек по факту Говорит, что ничего не изменится Для кого-то изменилось В худшую сторону Вы за что деньги взяли Вот вы можете объяснить Как можно В государстве Которое претендует На статус правового И в котором Реально Реформа-то ведь Задумана С облакой целью Мы ведь правда хотим Чтобы наши дети Не дышали Вот тем Что осталось От этого мусора Мы же правда Идем к тому Чтобы его утилизировать Чтобы заработать Там даже на этом Какие-то деньги Наверное А что в итоге-то получается Там несколько пацанов Вот у меня просто цитата Ответ главы ФАС Игоря Артемьева Который Пишет на запрос По поводу Высоких тарифов Некоторых регионов И мы знаем Что к нам Комиссия Российского ФАС Тоже едет Проверять Собственно Непонятно Людям Откуда он взялся Ответ такой Что в эти тарифы Были включены Расходы Не только экономические Нецелесообразные Но и не предусмотренные Законодательством Российской Федерации То есть операторы Включили в тарифы Все свои хотелки К тому же Они серьезно Завысили нормативы Накопления отходов Грубо говоря Это то количество Мусора в кубометрах Которое в год Производит Каждый из нас По России И если взять максимум Нормативы Отличаются в 500 раз Это согласовали Региональные власти Ну вот как-то так Мы вообще Этих согласований Не видели Нам вообще Этих цифр Не предоставили Вот да Мы просим Паспорт нацпроекта Мы его не видим Нам его не дают Где он Причем это был Запрос официальный Официальный Журналистский запрос Прервемся на полминуты Продолжим Мы с мусором Еще не закончили Напоминаю Что вы слушаете Особое мнение Главного редактора Информационных программ Телеканала Ренкиров Елена Шмулевич Особое мнение На 101FM Да, это программа Особое мнение Сегодня В нашей студии Главный редактор Информационных программ Телеканала Ренкиров Елена Шмулевич Мы продолжаем Говорить про мусор Еще раз Обращаюсь К подборке Которую сделал Портал 7 на 7 Там, например В Пензе Люди вышли С такими Плакатами Тариф на мусор Это грабеж Ротенберге Подавитесь мусором Нищего народа Нет свалки Дайте нам дышать Власть на свалки У нас таких вот ярких Не было заявлений На нашем митинге Но еще, кстати говоря Вот про тариф Они протестуют Против тарифа Который принят В Пензе Он тоже С квадратного метра И он составляет 3 рубля 11 копеек У нас там 5 У нас 5 И я могу сказать Что там, где С человека он принят Он тоже сильно меньше Того, что нам же Сначала считались Человека Потом как-то Неожиданно Это раз Так и Опс И вот Из рукава Откуда-то Но он был Где-то 137 рублей По-моему Средний По области По Кирову По-моему Вот я просто Приведу пример Москва 90 рублей Из человека Надо понимать Что в тарифе Конечно же Очень серьезную часть Составляет Транспортировка Где Киров И где Москва То есть в Москве Что ближе везти Или что Причем Москва Вывозят в другие регионы Свой мусор Уже вывозят И собираются 90 рублей Из человека В Москве 85 рублей В Санкт-Петербурге В Иркутске 87 В Краснодаре 97 Ивановская область 88 Выше у нас Я пока не вижу И я больше скажу Орловские власти Снизили нормативы Накопления тарифа На вывозы КО Для жителей региона Они снизятся В следующем году Тарифы на 25% Вот сказано Тут Вот такие орловские власти Ну в общем Я вот Да Понятно Интересно Еще вот какая позиция Когда сюда приходил Депутат Михаил Шихов Который занимается Мусором Уже много-много лет Он говорил Что Куприт При вот таком тарифе И при таком сборе Который они прогнозируют Может в марте Оказаться в кризисе Много было Завуалированных фраз Таких Но очень категоричное Было у Михаила Такое мнение Что реформа В том виде В котором она сейчас проводится И в том числе Касающаяся оператора Может Войти в пике Уже в марте этого месяца Я не знаю Чему это все Было сказано Почему нас попытались Запугать Но вот я бы хотела Еще один тут вопрос Знаешь поднять По поводу региональных операторов Вот я посмотрела Опять же Требования Которые выдвигали люди В разных регионах Там есть в том числе И требования Увеличить количество операторов А не отдавать Все в одни руки Вот ты человек В экономических вопросах Очень хорошо прошаренный Что называется Да Умеешь очень хорошо считать И в силу своего опыта И образования И складывания Считаю Янра Хужича Ребята посчитали Что скажи Да Вот то что мы имеем Единого оператора Одного в лице Куприта Я так понимаю Что это связано Все таки с законом Который в данном случае Обсуждать С федеральным законом Федеральный закон Позволяет любое количество Региональных операторов Конечно Есть регионы Где по 5 региональных операторов Главная позиция Которую нам озвучивали власти Это то что Этот региональный оператор Куприт Имеет муниципальную долю И это нам что-то гарантирует Не нам А им Они его могут контролировать А мы нет Я думаю Что когда Ашихов говорит О том Что может быть Какой-то кризис И о том Что ему не так уж сладко Как хотелось бы Я думаю Что в чем-то Он не лукавит В чем Вот на сегодняшний день Все-таки проблема Заключается в том Что Не думая Опять же Мы возвращаемся К тому Что изначально Речь шла О сортировке мусора Да О том Чтобы часть его Утилизировать Собственно говоря На месте Давай посмотрим На сегодняшний день Они отвечают За всю область Именно из области Из деревень Сельской местности Сложнее всего Мусор вывести Именно оттуда Он и не вывозился Какие-то свалки Стихийные Которые Да Нужно ликвидировать Да Получались из этого Что-то утилизировалось Все что можно В компост Как говорят Вот жильцы Частных домов И тех Кто там Живет чуть За городской чертой Все что можно Сжить Сжигается в печке И причем Сжигается там Именно с целью Получить тепло Допустим Да Ну и так далее Что-то Вот кстати Об этом на митинге Тоже люди говорили Что-то Они складируют Это пластик Это стекло Это металл Это то что принимается В торе с ревыми организациями У нас их есть И туда просто вывозится И сдается там Какие-то деньги Или ну вот Собственно говоря Да И что происходит сейчас Сейчас как бы Я не знаю Будет ли это сделано Но сейчас как бы Купри должен зайти В каждую эту деревню И забрать этот мусор Да Ну и Ну в общем Мы должны заплатить Видимо за это Мы Ты считаешь Что город Имеется ввиду Киров и Чпец Которые вместе Если сложить Это половина населения региона Платят за районы В какой-то степени Да Но и районы Стали платить Ну во-первых Больше Там кто-то вообще не платил Кто-то не вывозил Да Как-то они жили Я вот не знаю Да То есть на самом деле Наверное тоже было не очень правильно И не очень хорошо Ну если мы говорим Но давайте поговорим Вот о чем Мусороперерабатывающие заводы Предприятия Которые каким-то образом Очищают нас от мусора Транспортировка Да Есть услуга Которую должно оплатить население Я согласна Но все остальное Это инфраструктура Когда мы говорим О каком-то там Какой-то комфортной среде Вы что имеете в виду? Вы имеете в виду Турникет поставить Около перехода? Или что? Или каждый год Однолетние растения В клумбы На несколько миллионов Высаживать? Вы это имеете в виду? Я не понимаю То есть вот построить Мусороперерабатывающий завод Это и есть Ну на мой взгляд Задача государства Это вот история Не просто инфраструктурная Это история нашего будущего Это история наших детей Вот чтобы закольцевать эту историю Вернемся опять же к вопросу Немногочисленности Вот этих митингов Которые проходят по всей стране Несмотря на то Что организаторы говорят Вот подождите Сейчас придут платежки Вот тогда значит Вы все это прочувствуете Да, это одна из причин Которая называлась на самом деле Как ты считаешь? Просто еще платежек не пришло Это что-то изменит? Вот это все обсуждение Выяснение Протесты пусть немногочисленные Это что-то изменит? Или реформа Так как она была задумана Мы уже понимаем Что сложно понять вообще Как она была задумана Да, да, да Есть декларация А механизм совершенно Не понятен никому Что-то изменит вообще? Вдруг приобретем мы К концу года Уже перерабатывающие заботы? Ну Вот понимаешь Вот мне кажется Что вот когда говорили Раньше Когда мы обсуждали этот вопрос Постоянно специалисты Чиновники И люди От мусорного бизнеса Говорили Население Население наше Не задумывается Не способно Их еще надо будет учить Пропагандировать Что надо сортировать Что надо экономить Вот то, что я сейчас вижу По соцсетям Люди готовы Люди прямо сейчас Готовы это сделать Да, да, это правда Это правда Люди готовы сортировать Люди готовы участвовать В этой реформе Не готовы правительства И главным образом Не готовы, собственно говоря Операторы Которым это просто невыгодно На сегодняшний день Вся оплата идет с объема Объем перевезенного Объем принятого на полигон Объем того, объем всему Если они оттуда уберут Этот объем Да, за счет того Что мы сдадим бумагу Мы сдадим В переработку пластик Мы сдадим В переработку То, другое, третье Ну и А что мы будем Тогда возить За что мы будем Денежку брать Я хочу сказать Знаешь что Вот к вопросу К твоему там Да, что вот люди Ну и что изменится Ну, во-первых В Тюмени отменили Плату с квадратного метра И сделали ее С человека После выхода людей На митинг Я не знаю Сколько человек Вышло на митинг Однако же Это было сделано Я думаю Что это было сделано Не от того Что люди вышли на митинг А от того Что об этом Ну, например Узнали федералы И, например Проверили, собственно говоря Обоснованность тарифа О чем Я не готова говорить Я вот Не залезала в этот тариф Его не изучала Не буду на себя Такую смелость брать И говорить Что он там Необоснованный Но, тем не менее Юристы, которые это считали Говорят, что он Необоснован Вот со слов Я так скажу Это раз А второе главное Что я здесь вижу Какую проблему Это то, что по сути С нас хотят брать Деньги За неоказанную услугу Но вот это Не лезет ни в какие рамки Ну, с какой стати Ну, с какой стати Вы ничего не сделали Вы почему деньги-то берете За что Ну, это знаешь, как называется Так-то Как Скажи, наконец Так-то это называется Ну, я бы назвала это Мошенничеством На самом деле Да, то есть Вот может быть Не воровством Как некоторые там заявляют То есть на митинге Были достаточно жесткие Лозунги Да, там Грабеж И так далее И так далее Ну, тут вот На грани Да Но, тем не менее Вы почему берете деньги За неоказанную услугу И здесь я считаю Что Юридические методы Я бы не стала их отменять Собственно говоря То есть ждем сейчас Как минимум Проверки справедливости тарифа Как минимум Большой комиссии Которая приезжает К следующим темам перейдем Сделаем связку с тем Что у нас было На прошлой неделе И даже, наверное С тем, что обсуждали сегодня В дневном развороте Ты знаешь Мы сегодня ждали В первом части дневного разворота Представителей Колледжа музыкального искусства Которые написали Письмо большое Гергиеву С целью С просьбой защитить Колледж От слияния и переселения Ну, такая известная история На прошлой неделе В конце недели Очень громко она звучала Что три наших колледжа Которые занимаются искусством Художественные Училища музыкальные И колледж культуры Объединят Сольют Оптимизируют И разместят В каком-то там здании Вовсе не в историческом центре Где два, как минимум Из них находятся Написали письмо Гергиеву Сегодня должны были прийти В 11 часов В дневной разворот К сожалению, не пришли И дозвониться мы до них Тоже не смогли Никто не отреагировал А что с ним случилось? Не знаем Они, может, передумали уже? Я не знаю Мы не знаем Они пересмотрели, может быть, Свою точку зрения? Но в 12 часов К нам приходила Татьяна Мазур Да, министр культуры И сказала, что это все слухи Насчет там выселения Издания И оптимизации Хотя Одновременно она сказала Что уже на протяжении Многих лет В общем, стоит задача Пересматривать Вот какие-то часы Ставки Значит, управление И прочее Тут же звонят Вот прочая Куча знакомых людей И незнакомых людей Кто когда-то сам учился В этих училищах И учится сейчас И очень переживает за то Что очень Вот все-таки Они чувствуют Что история очень реалистичная Что могут выселить Из этого здания И все время пеняют Вот на музей там мороженого Музей там шоколада Которые тоже Вот как-то так появились там Да Они переживают Что новый статус Нового колледжа Сотрет напрочь Всю историю Которая была У этих колледжей Я не знаю Насколько близка тебе тема Вот этой культуры И образования Не близка И сможешь ли ты прокомментировать Она, конечно, мне не близка Я считаю, что Наверное Культурные учреждения Образования Которые учат культуре Которые готовят Собственно говоря Сотрудников культуры Они должны, наверное, находиться Вообще Они все Образовательные учреждения Должны находиться В красивом месте Где студенты Себя должны чувствовать Счастливыми Это лучшее время Студенческое И в идеале Конечно Они все должны быть В центре Наверное, так не получается Но, скажем, художественное училище Которое там Я не знаю Сколько лет Наверное, сто лет Ему Я не знаю точно Занимает Это здание Я полагаю Что это ведь часть Наверное Образовательного процесса В том числе Что касается оптимизации Вот, ну, не берусь судить Но иногда Вот это усердие В оптимизации Оно таким боком выходит Если речь идет о том Что надо освободить Просто здание Что я тут вижу Вот подоплеку Чего люди боятся Да Вроде бы как Дело не в том Что нужно укрупнить Да Вот учебное заведение Я вообще не знаю Зачем укрупнить Не об укрупнике Не об укрупнике О слиянии Ну Ну и что Они сольют И в одном здании Их будут учить Или что они хотят сделать Причем неизвестно В каком Нет, я считаю Что, наверное, статус Все ли не противоречиво Противоречиво Ну, конечно В идеале бы статус Если, например, чиновники Говорят, что нет-нет-нет Такой истории не происходит То, наверное, нужно Просто успокоить людей Закрепив статус Этих зданий За, собственно говоря Образовательным учреждением Которое его занимает И которое ему нужно Если мы, например, говорим Об училище искусств То мне совершенно очевидно Что Я понимаю Вот эту боль и грусть Там, да Того, что у них Часть зданий занята Им реально нужны Огромные аудитории С хорошим звуком Это же особенность Собственно говоря Да Их специфики И Ну, если уж не консерватория То хотя бы пусть у нас Такое училище существует Вот музыку Никто не отменял Прервемся на полтора минуты У нас реклама Напоминаю, вы слушаете Особое мнение Главного редактора Информационных программ Телеканала Ренкиров Елена Шмулевич Продолжаем разговор В программе Особое мнение Мы говорим С редактором Информационных программ Главным редактором Информационных программ Телеканала Ренкиров Елена Шмулевич У микрофона работает Светлана Занько Про костел Хочу с тобой поговорить Начался новый суд По поводу костела Правительство В этот раз Уже другую версию Выдвигает Почему Не намеренно Передавать его Этот костел Католическому приходу Как пишет В своем фейсбуке Ян Чеботарев Который Помогает Католическому приходу В судах Власть считает Что здание Утратило Своё религиозное назначение В связи с тем Что в 90-х годах Произошел ремонт Реконструкция Получился новый объект Считает власть Прямо так Не костел Уже новый объект Поэтому закон О возврате имущества Религиозного назначения Религиозным организациям На него распространяться Не должен То есть у нас уже Не костел там Похожий А новый объект Я вот Не министр ЖКХ Игорь Редькин Я не буду врать Что я читала Какое-то постановление Или какой-то закон Если я его не читала Поэтому я не могу Вот чисто С юридической точки зрения Дать оценку Тому что происходит И я не понимаю Кто прав Там Ян Чеботарёв Допустим Который защищает интересы Католиков В данном случае Или правительство Которое Вот Какие-то свои Аргументы Я правда Не знаю Закона Это сторона Юридическая Есть Как мы понимаем Сторона и политическая Она наверное Первая Такое ощущение Наверное Ну и что А давайте поговорим Тогда о том Что Ну я не знаю Просто опять же Я очень далека От этих вопросов Поэтому Это вот разговор Такой Я буду задавать тебе вопросы Много ли Допустим Православных церквей Или зданий Там допустим Вернули России Например Где-то находящихся Да И ну Может быть Это какой-то Должен быть Равноценный А в других странах Да Например Потому что у нас же нет Официальной католической церкви Да То есть кому будет Костел будет подчиняться Ватикану Правильно Если его отдадут Так Да Ты правда Да Вот Вот видишь Нам Ватикан Чего-нибудь Предложит взамен Например Или предложил Или ну А что касается Граждан Российской Федерации Которые в католической вере Закон не касается 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 Конечно Когда мы говорим О свободе веры Исповедание Я считаю Что эта свобода Должна быть у всех С одной стороны С другой стороны Я понимаю Что когда вот такое здание Ну давай Мы же взрослые люди Вот такое здание В центре города Я насколько понимаю Что их там Порядка ста человек Да Небольшой приход Причем Причем Я так понимаю Что там какие-то Ново Вступившие Это сюда же входит Да То есть есть люди Которые Ну по праву рождения Например Да Приняли Ту или иную Религию Потому что семья Потому что рядом соседи Да А здесь Поэтому я не знаю Вот если говорить Об интересах большинства Меньшинства Ну как-то вот Выглядит Не знаю как Да Еще раз говорю Вот должны Существовать На этот счет Законы Причем На мой взгляд Законы международные Потому что вот Межрелигиозные отношения Они настолько серьезны За ними Столько всего стоит Столько пластов Мы да Вот там Поднимаем И политических И общечеловеческих И моральных И гуманитарных Что я думаю Что они должны Каким-то международным Законодательством Регулироваться Которого я не знаю Ну да Но только Международное законодательство Очень часто Не является Неким образцом Для собственно говоря Нашего Да Федерального законодательства Ну и все-таки Есть закон По передаче Зданий Религиозного назначения Верующим И русская православная церковь С успехом им пользуется Огромное количество зданий В том числе В городе Кирове РПЦ передано Шесть зданий Квату до сих пор Стоят неотапливаемые Уже лет пять Или шесть Переданы Без проблем Хотя там тоже Были реконструкции И там чего только не было В том числе и военные училища И прочее И вопросов не возникает А ты откуда знаешь Что они не переданы? Они переданы Что они переданы? Они переданы Здесь было сказано Всеми чиновниками Которые за это отвечают Уже все передано А есть информация о том Кому они сейчас принадлежат? РПЦ Точно? Конечно Да Нет То что они переданы Это не значит Что они не переданы дальше А ты в этом смысле? Я не знаю Я в этом смысле Я бумагу не видела Дальше я не копала Хорошо То есть Определенности нет у тебя пока В ответе на этот вопрос Если честно Ладно Бог с ним Хорошо Я с тобой еще хотела Обсудить еще Еще одну тему Тут у меня конечно Есть про квоту Но это ладно Если нам хватит Хватит на хвостик Я сама с удивлением Ухватила эту новость Что оказывается Игорь Васильев Теперь говорит Что надо уже обсуждать Территорию квоту И что там должно быть Потому что окончательно Уже все устаканено И оказывается Еще осенью 17 года Перешло право владения 30 гектаров земли К региону Вот видишь Представляешь А мы тут Ну как бы не эти здания Это другая история Ладно Я хотела другое сейчас обсудить Пресс-конференция губернатора Была на днях Да Была пресс-конференция Что говорят Журналисты Все стандартно Ничего нового И тут же Ничего хорошего Такого не сказал Чтобы там запомнилось И врезалась память Николай Пиксин Активист и блогер Пишет у себя в фейсбуке А что вы хотели услышать Он говорит И почему вы не пришли Задать свой вопрос Если вы не слышите ответов На свой вопрос Это была открытая пресс-конференция Туда любой человек мог попасть Я не думаю Это была пресс-конференция Для журналистов В таком случае Если журналисты Недовольны ответами Которые получили от губернатора Почему они не задают острых вопросов На которых хотят услышать ответы Я не знаю Ты была на этой пресс-конференции? Я не была на этой пресс-конференции Я не знаю Почему у нас журналисты Не задают вопросов Я Ну вот Вот эта пресс-конференция Которую все обсуждали То есть вот Получится я Что мы, наверное, закольцуем Которая была по мусору Ты знаешь Где ты была Где я была И задавала вопросы Я сделала хорошие новости Над которыми все смеялись Все увидели воочию Как это выглядит Как выглядит министр Который понятия не имеет Каким постановлением Он руководствовался При принятии закона Как это возможно такое Я не понимаю Человек Ну, осознанно или нет Но он врет Пяти камерам Которые перед ним стоят И еще там куча журналистов Которые пришли там Без камеры телевизионной Да, но от этого они У них ничуть не меньше аудитория Может быть даже больше То есть это интернет-издание И так далее И вот все журналисты Вместо того, чтобы там Как-то хоть сколько-то Никто ведь этого не опубликовал Вот мой эксклюзив Он не эксклюзив Да, вопросы задавала я Но ответы получили абсолютно все Где они, эти ответы? Почему они опубликовали Совершенно другие вещи? Про, собственно говоря Да, вот этот вопрос Я не знаю почему Наверное, потому же Почему, как сказал Один из участников митинга У нас люди сидят И разговаривают с телевизором Дома на кухне Всех возмущают Я не видела ни одного человека Которого бы устроил Мусорный тариф Ну, за исключением Собственно говоря Этих троих Которые стояли на пресс-конференции По фамилии Редькин, Крысов, Шульгин Вот их все устраивает Других людей я не видела Да, но они тем не менее Сидят на кухне Разговаривают с телевизором Возмущенные И кто-то должен за них Таскать каштаны из огня Нет Не должен И журналисты у нас Ведут себя точно так же Мне кажется, да В большом количестве А что это такое? Почему? Журналисты-то почему? Почему? Не знаю Работа, что? Заказы, я не знаю Деньги Потеря интереса абсолютная Что это такое? Профессионального уровня Я не знаю Даже рассуждать на эту тему не ахват Нет, ну я задаю вопросы Когда у меня есть вопрос Я задаю Я тебе уверяю, что я получаю ответ Я не могу сказать, что Там, как бы не хотелось Шульгину говорить на эту тему Да, то есть это такая скользкая тема Там не хочет там разговаривать кто-то еще Причем пресс-служба Да, представители пресс-службы Вот на той же пресс-конференции Я задаю вопрос Они мне говорят Мы тут не по этому поводу собрались Как же не по этому поводу? Пресс-служба правительства? Да, да, да То есть они останавливают Они защищают своих ньюсмейкеров Чтобы у них, не дай бог Лишние не спросили Они ничего не попутали Вот эти ребята, которые в пресс-службе Которые зайдите, пожалуйста Я всех прошу на сайт правительства Которые декларируют свою открытость Прозрачность На все вопросы отвечаемость У них на сайте стоит, например Вот, исполнение указов президента От 7 мая 2012 года Ребят, сейчас 2019 год Вот просто 2019 Имейте в виду, что уже после этого Наш президент Владимир Владимирович Путин Он уже новые майские указы выпустил Которые уже надо исполнять У них там в планах В 2013 году Столько-то того-то сделать У них в планах В 2015 году Выпустить какие-то постановления О чем мы? У них висит на сайте План ремонта дорог на 2017 год Мы все можем его посмотреть сейчас Как они в этом 2017 году Будут ремонтировать дороги Мы можем все это увидеть Круть План на 2019 год И вот эти люди Они существуют на секундочку На налоги, которые мы платим Ты, я Каждый человек в этом городе Который работает У нас давно никто не прячется от налогов У нас консолидированный бюджет На 50%, если не больше Состоит из НДФЛ Кто не знает Это налог на физических лиц И вот на эти деньги Мы содержим этих людей Которые нам говорят Какие вопросы нам задавать сегодня Другим людям Которых мы тоже содержим А какие не задавать Так вот Я задаю эти вопросы Я получаю ответы У меня нет претензий Ни к одному чиновнику На сегодняшний день Никто там Да, не хочется У нас там Игорь Владимирович У него хороший очень интеллект У него великолепное образование Он умеет Очень красиво уходить И все равно Он отвечает Потому что Ну, потому что Если ты правильно спрашиваешь Ты получаешь ответ Нет претензий у меня К нашим чиновникам По этому поводу И если кто-то Не получает ответ То значит Он просто не задает вопрос Это Елена Шмулевич Ее особое мнение Мы сегодня слушали Спасибо тебе, что ты пришла Когда следующие хорошие новости? Ну, как только будет тема Я думаю, что мы То есть ты не отталкиваешься У тебя нет какого-то графика Периодичности Я нестабильный человек Это все знают Как только Возникнет актуальная тема Так они будут сделаны Спасибо, хорошего дня Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM